Здравствуйте, дорогие друзья! Я благодарен дважды от суд Дмитрию за предоставленную возможность рассказать о возможности приобрести мед в данном случае у меня. Моя пасека находится в Тверского власти. Это район города Нелидова, недалеко от центрального лесного заповедника. Моя пасека находится в экологически чистом районе. Я не пользуюсь ни химией никакой для антибиотиками по поводу лечения пчел и не занимаюсь кормлением сахаром пчел. Занимаясь пчеловодством уже седьмой год, я действительно столкнулся с огромной проблемой реализации. Когда только занимался, это было понятно, что люди еще не знают о том, что у тебя пасека. И, соответственно, доверять тебе, не доверять, если эти люди мало знакомы. Но через какое-то время я понял, что это огромная проблема по реализации. Я пытался выйти на Москву, на Питер в каких-то серьезных объемах, но понял, что, к сожалению, это не получилось. Вот. Причем я занимаюсь не только медом. Я прозвожу и маточкиное молочко, и тротневое молочко, и пиргу очищенную, и воск, и прополис, и восковую моллю. То есть все-все-все, что может дать пасека, я всем этим занимаюсь. Вот. И Дмитрий действительно прав, что проблема реализации меда в нашей стране – это огромная проблема. Это огромная проблема. Ей никто не занимается. Это проблема каждого конкретного пчеловода. Но мы ее решаем кто как может. В этом году реализовали мед – молодец. Не реализовал – значит не молодец. Кстати, одно из направлений, последнее направление деятельности, которое я стал заниматься в плане пчеловодства, это производство медового пива и реализация его. За что, кстати, в какой-то мере в познавательных целях огромное спасибо отцу Дмитрию. Вот он дал мне какие-то основы. И я, кстати, приобрел какие-то там хмель, там дрожжи. Именно на тех ресурсах, где он также покупает. И вот таким боком я стал заниматься производством медового пива. Почему стал заниматься? Именно из-за того, что потребление меда у нас в стране – это чисто профилактические меры. В очень ограниченном объеме. А в последнее время, это, наверное, действительно с кризисом, с ситуацией в стране, что у людей просто нет денег. Это просто в таких маленьких масштабах реализация. Вот. А производство качественного медового пива, ну, как бы тоже помогло. Вот мне в какой-то немножко поднять, так скажем, немножко реализацию. Спасибо огромное еще раз отцу Дмитрию за предоставленную возможность по рекламе моей пасеки. Кстати, забыл представиться, меня зовут Андрей. Извините. Вот. Спасибо огромное, если будут какие-то звонки, сотрудничество там. и тому подобное. Я, знаете, я говорю такую фразу. Мне многие люди спрашивают, вот, где найти качественный мед? Там. Я говорю, найдите человека, пчеловода, который дорожит своим именем, который, ну, какую-то, там, банку он меда продаст, и что-то он заработает, а который хочет долгосрочного сотрудничества, и вы будете получать нормальный мед. Еще раз спасибо отцу, дважды отцу Дмитрию за предоставленную возможность. Всего доброго.